Слушай, можно пару добрых слов про Володю, про это самое, про Тотарова, Владимира Александровича? Почему я тебе много могу добрых слов сказать? Вот я хочу твое мнение, почему? Потому что это очень важно не для меня. Это важно для науки даже. Да пусть там, да не лезь ты в эту науку, скажи лучше так, для садоводов, для людей. Ага, стоит на рынке, ведь ей нихрена продать не может. А вот и есть такой момент. Короче так, он может быть то, что не совсем раскручен или как сказать известен. Садовод отличный, у него допустим... А я тебе скажу, пока цепляет слова, не раскручен. Быстрее всего, знаешь что, я так думаю, что у него коллекции слив. Варжантия самый лучший. Лучший среди нас. И включая на уху. Включая на уху. Вот, далее. Груши, ну не знаю, где-то может быть коллекция такая на уровне. У него очень много сортов. Да, на нашем уровне, где хуже не лучше. Яблоки. У него яблоки есть такие, которые допустим, ну я хотел бы иметь, но не получилось что-то. Знаешь, вот ульянищего сорт называется. Оно позднее, лежит прекрасно. Ты знаешь, яблоки обычно имеют легкую кислинку. А этот, ну вот он меня угощал, где-то после Нового года. Он, понимаешь, медовый, там нету кислинки. Большие такие, ну вот как сказать, грамм, наверное, до двухсот. Такого зеленого цвета. Вообще удивительный. Грушей, катюшей после Нового года угощал. Как палка еще была, ну в смысле, лежит прекрасно. Ну, Катюша по вкусовым качествам, конечно, этой лесной красавицы и мраморной выступает. Но факт тот, что она после Нового года, а потом, может быть, где-нибудь в марте еще лучше станет, она же лежит. А мне всегда охота было заиметь такие сорта, груш, которые очень долго лежат. Вот у меня один единственный, который уже выращивает тоже около 20 лет. Он то живет, то сдохнет. Вот. И последний раз сказал, сдохнешь, я от тебя откажусь. Бера позднее. Бера пизне, как это украинцы говорят. Это оттуда, с Украины. Вот видно, она любит тепло. А здесь росла-росла, два саженца сразу вздохнули. А у дочери, там у нее микроклимат своеобразный. Кругом дома, девятиэтажки. И вся усадьба замкнута этим постройками. Там тепло. Она на ветке, на отдельной, на беру раннюю привил ее, и она давала плоды. И вот мы на Новый год их положим на стол, разрезаем. Да, они вкуснее этой конференции намного. Вот я тебе гарантию даю. Знаменитые вот эти конференции. Да знаю, я знаю, только крупные, но... И вот единственный сорт я пытаюсь все вырастить. От толгарки я отказался, она у меня вымерзала, к чертовой матери. Ну, помнишь такую грушу, да? Помнишь. Потом гогию грушу, тоже ни черта у нас не получилось. Ты тоже пытался... У тебя я брал эти черенки. Растет, растет. А это Средняя Азия, вот что. Кавказская энергия. Это одна из Кавказа, а одна из Средней Азии. Ну, и так далее. Пытался я зимники выращивать. У меня даже лесная красавица вымерзала на даче, там, как он называется, под горами, на Айдае. Я от нее было, хотел уже тоже отказаться. А потом, нет, сюда, когда переезжал, дай попробуй. Тут же Енисей рядом, климат теплее. Я, руки устали, я сейчас сюда направлю. Да ладно, бросьте это все. Не-не-не-не, ничего не брошу. Дело вот что, смотри. Я воножен перебивать, потому что когда-то что-то на закрытых... А, мы это... Насчет раскрутки. Беседы, да. Насчет Володы. Ну. Каждый год, умоляю, звоню каждый год на местное телевидение и говорю, а меня же они знают. Раньше снимали часовые фильмы. Да, да, да. А сейчас даже в новостях полторы минуты, типа выросла то-то, вырос персик. Мы не можем, у нас нет этого спонсора. А нам это... О, и еще. Сними да заплати, да? Чтобы они продемонстрировали. Нет, здесь про это речи нет. Слушай дальше. Значит, это болезненная тема. Если бы мне вдруг сказали, как лучшие годы, Константинович, согласны, как будем снимать? Я скажу первое. Едем к Тотару. Почему? Лучшие сливы. В Сибири. В Сибири. В Сибири лучшие. У него лучшая коллекция. Потом скажу, едем, я уже раскручен достаточно, едем к Чернобаеву. Обязательно. Так. Потом, если бы договорился бы с Алексеем, это самое, Боднаром, я бы сказал, едем к Боднару. Пока еще есть что показать. Я понятия не имею. Занимаюсь ты. И вот смотри, если бы Тотарова показали, вот, если бы когда-то меня каждый первый здоровался по городу. Ну, он был бы, это, более востребован. У меня же сотни передач было обо мне. Не обо мне, а мои советы. Помню, помню. И уже брали бы не у этой самой, у мошенников. К лапшу вешают, это самое. Откуда, говорю? Где вырастили? В Калах. Ага. Как же год за 40? Ну, ну. Вырастишь. Вырастили. Вот. Врут напрополую. Люди берут. Мы с Тотаровым, я уже это наболел, а мы сидим в моей машине, или в него, я забыл. Но я подъехал с этого, поселок геологов, стоит машина. Веники продают, да? Куча. Веники огромные, трехметровые. Да. Она, на них же номера, вот же, обопьет, это самое, киргизы. Вот. Тотарова обходят. У него шикарнейшая груша. Вот мы сейчас ходили по грушам. Вот. Тот же уровень. И обратно поговорили, и повез обратно. Ну. И все, говорит, больше не выставляю. Говорит, хреново, вот я к нему подъезжал. А телевидение бы могло, а ты, говорит, не раскручен. А как мы его раскрутим? У него просмотров 300-500, каждый фильм, пусть их сотни. А это одни и те же люди, 300-500 смотрят. Да, да. Обидно, страшно. Да, я считаю, что это, еще знаешь, такая есть мелочь, что вот эти киргизские южные сорта здесь заполонили. Тоже алтайские типа, знаешь, которые на Алтае не растут. Там веники такие, черт знает, там быстрее всего больше дичков продают. Этикетки висят, понавешали. Людей дурят по-черному, потому что, четко знаю, у меня много знакомых, которые покупали вот этих товарищей, в некоторых повыздохло, ну, в смысле, не повыздило. А в некоторых выросло, что попало. То есть, какие-то дички, дикие яблоки, какая-то ерунда. Короче, бесполезно. А может быть они брали чем? Чуть-чуть дешевле продавали за счет этого? Мы где-то по 500 выбрали, а эти по 300-350. Я считаю, вот это сажение Стоторово, я уж не хвалю ни свои, ни твои. Вот, нейтральная позиция. Они даже стоят порядка 10 тысяч рублей. Ну, ты загнул что-то. Нет! А ты потом, мы же с тобой стояли на этом дереве, 10-20 ведер отборнейших груш. Ты переведи ведро, сколько стоит. Один урожай это, а ему предстоит 10-20-30 лет урожая давать. У меня самые старые, 40-летние урожай дают. Ну, знаешь. Тем более не отравленные, ведь это же их вообще есть нельзя. То, что на рынке продают фрукты южные. Да. Их есть нельзя. Их ни червяки не едят, ни микробы. Они лежат годами, ничего им не делается. Не стоят 10 тысяч. Не, знаешь, это... Да хоть бы тысячу, хоть бы тысячу-две, хоть бы три. Ну, человеку надо на этом жить. Он может на этом жить и вырастить в три-пять раз больше. Совершенно верно. Землю прикупить. Совершенно верно. Ну, вот так поставлено. Так, вот на твоих словах вот так поставлено. У меня тоже начинает сердце бить, начинает давление скакать. Я этим тоже возмущался неоднократно. Ну, как так вот. Даже те же люди подходят, ну, чуть-чуть дороже. Объясняешь, блин, что это местные, уже районированные, можно сказать, саженцы. Гарантия, что никакой, ну, как по-русски сказать... А, обмана. Я хотел на сленге долбануть. Вот. Никакого обмана. Ты получишь тот сорт, который заявлен получил. Не вымерзнет, ничего с ним не случится. Нет, бляха-муха идут, рядом покупают. Ну, может, там рублей на 50, на 100 дешевле. Это я замечал, я тоже как-то два года к нему подряд подъезжал на этот, на геологов. Там он обычно продает. Раньше здесь подходил, вот они с Володей Филиппи он продавали на рынке, на Кодрах. А потом Володя что-то, наверное, завязали. Да, все, давай на это грушу. Ладно, все. Уже Володю потеряли. Да. Вот. Уже это, хоть немножко, но Бодр продавал. Да. Вот. Хотя бы так. Хоть какой-то питомничек у него был. Тотаров, допустим, в этом году, я видел, у него очень мало саженцев. Он, наверное... И тебе не продал. С разочарования. Нет, который привил, и который не продал, снова высадил. Вот они росли. Посмотрел, думаю, ну тебе на следующий год и нечем будет и торговать на весну. И в городе ничего не останется вообще. Нет, в Майна еще товарищи там тоже имеют. А, жестовские. Ты жестовского не забывай. Жестовские это... У них не менее 50 сортов винограда и, ну, десятка-полтора, может быть, это яблонь. Сортов я имею в виду. Может быть, сортов 7-8, я точно не могу знать. Может и десяток абрикосов. Ну, есть у них это, груши немножечко. Груш мало, правда. Вот они еще торгуют саженцами. Все. И покупать надо у наших. Вот, вот этих словах. Покупать надо у наших. На испытаниях. И в телевидении не раскрутиться.